приветствую вас на канале марина цветы дорогие друзья вот мы перезимовали сейчас пришло время ранней весенней обработки наших деревьев сад наше растение декоративно-лиственное это все требует ухода иногда вы мне говорите и пишите что вы не успеваете так рано приехать в сад а иногда вы и позже уже не успеваете приехать сад сегодня несколько будет очень важных советов при обработке растений когда же начинать обработку сада в связи с тем что у нас меняется климатические условия зимовки и мы практически переходим в теплую зимовку иногда вы обрабатываете сад очень рано кто-то даже феврале но я хочу вам рекомендовать свой опыт и обработку сада мы начинаем только при устойчивой температуре плюс 58 градусов помимо того что многие химические вещества которые мы обрабатываем сад начинают действовать только при этой температуре но нам действительно надо достать дождаться но нам действительно надо дождаться периода когда дерево начнет вегетировать начнется сокодвижение и при устойчивой температуре плюс 58 градусов как раз будет самый благоприятный период потому что препараты которые я буду вам рекомендовать и вы очень ждете эти препараты и многие пользуетесь этими препаратами разный фильм я просто как один из вариантов вам покажу и именно препараты многие имеют системное действие и когда начинается сокодвижение у растения вещество попадает на клеточном уровне разносится по растению попадает в почку дорогие друзья и уже идет как длительное действие это будет очень важно если вы очень рано обрабатываете сад вещества не действуют дожди могут быть снегопады тепло оттепель в общем-то дождитесь этой температуры обрезку сада вы можете делать на протяжении всего такого зимнего теплого периода скажем так а вот обработка препаратами она очень важна идет очень серьезная противоречие в использовании медь содержащих препаратов мы все прекрасно понимаем что экологическая ситуация достаточно сложная и использование часто медь содержащих препаратов в общем-то как-то вызывает тревогу но если вы используете по инструкции по допустимой нормы это риска нам не приносит вы задаете мне вопрос и часто говорить о том что весной вы используете железный купорос и действительно железный купорос прекрасное фунгицидное средство и это как профилактика еще хлороза когда у вас проблема кислотности грунта или болезни заболеваний железа в такой форме помогает здоровью растения но железный купорос мы лучше используем в осенний период после листопада особенно кто зритель канала марина цветы вы знаете насколько важно обработать железным купоросом например розы это гарантия 100 процент один из факторов гарантии стопроцентной зимовки так относится и к другим растениям и растения молодого сада поэтому железный купорос я вам советую оставить все-таки на осенний период после листопада весенний период мы отдаем предпочтение медный купорос и бордоской жидкости это сочетание медного купороса с известью особенно если ваши деревья поражены мхами или шайниками если они в затененной зоне это действительно очень хорошо чтобы не задерживать видео мы сейчас поговорим о препарате которого многие ищут в каждой стране он может быть разный это не реклама но я очень рада что его нашла потому что мы предопределяем от пяти шести обработок сада до момента плодоношения потому что используются в этот период фунгицидные препараты потом инсектицидные очень часто нужны акарицидные препараты и вот ранняя обработка мы имеем возможность компоновать все эти действия в одном препарате и так я вам расскажу о нем для первой обработки посмотрите в садовых центрах или в интернет-магазинах препараты которые называются инсекто акарицид плюс фунгицид инсектицидные препараты от от вредителей акарицидные препараты это от клещей и плюс фунгициды это от вирусов грибковых заболеваний и бактериальных болезней механизмы действия таких препаратов удивительные они направлены на эффективное уничтожение вредных организмов бактерий грибков клещей и очень важно то что препарат попадая на растение уже генерируется в само растение они содержат фосфат алюминия и путем гидролиза это удвоенное действие на вредный объект на вредители или на грибковые заболевания влияет в общем-то позитивно для вегетации растения состав этого препарата уникальные комплексный как я обратила внимание используют два раза в год ранней весной до распускания почек повторяя можно обрабатывать когда почка в фазе конуса мы с вами сейчас посмотрим и осенью после листопада температура воздуха должна быть уже устойчивая плюс 5 плюс 8 градусов потому что начинается сокодвижение при этой температуре и уже процессы жизнедеятельности в растении и во всех микроорганизмах уже начинается и этот препарат имеет возможность распространяться по камбию растения и это как раз обеспечивает защиту от вредителей от болезней на длительный период обязательно придержитесь инструкции это будет очень важно рабочий раствор мы готовим уже непосредственно перед применением обработки сада опрыскивание мы производим вот весной до распускания почек до фазы конуса при температуре не ниже плюс 5 градусов устойчиво обязательно чтобы не было тумана от дождей в течение хотя бы четырех часов это будет очень важно препарат имеет широкий спектр инсектицидная корицидные фунгицидного действия это очень редко когда мы имеем такие комплексные препараты обязательно обработайте яблоню грушу персик абрикосы сливы вишня черешня потому что зимующие стадии щитовок например или ложная щитовка серые почечные долгоносики клещи для листа вертки моли различная листобложки могут быть обратите внимание что очень хорошо помогает при клясты и 1 1 1 клясты и 1 паре озию у меня есть об этом видео при кучерявости листьев парша манилиоз это проблема груши сливы других виды гнили это очень важно обрабатываем ну два раза за вегетацию но по рекомендации можно обрабатывать и четыре раза в году вот первое это весна до распускания почек осенью после опадания листьев а также можно использовать до и после цветения как раз особенно фунгициды это идет разговор не самый лучший эффект достигается обработки сада когда нет солнца но считается что после дождя вот было бы хорошо это очень хорошо раз раствор должен быть свежий и препарат работает на протяжении 14 21 дня обращая внимание использование такого препарата для винограда для черной красной белой смородины для малины практически все ягодники я вам перечислила очень хорошо все зимующие стадии клещей для смородины это очень важно червецы антракоз мельте аидиум все виды некроза вот виноград это актуально поэтому обратите внимание на этот препарат и используйте от двух до четырех раз в течение года особое внимание вы мне задаете вопрос это хвойные растения декоративные кусты потому что большая проблема зимующих стадий клещей для жук короед ржавчина щитовка и вот такие препараты прекрасно справляются еще раз обращаю внимание что взяв ну вот похоже или такой же препарат такой комплексный вы в общем-то и уменьшаете количество обработки сада не будете отдельно фунгицид потом инсектицид и это общем-то и время наше экономит и дает больше пользы к сожалению при всем желании иметь органическое садоводство натуральные продукты не всегда получается вырастить хороший сад здоровые растения а также вырастить красивые декоративные растения особенно хвойные растению вас очень часто болеет обратите внимание на обработку роз клематисов гортензий этот препарат прекрасно защитит ваши розы вот в данном случае конечно очень важны меры профилактики защиты прежде всего своего здоровья при обработке сада учитывайте чтобы не было ветреная погода а не только потому что вот вы сегодня приехали и вам надо обработать чтобы не было дождей минимум четыре часа старайтесь не обрабатывать сад вот в такое яркое солнце у нас первые числа марта видео буквально сейчас выходит а сегодня уже температура будет плюс 20 несмотря на то что идет снижение температуры и может быть уже угроза может быть еще угроза возвратных заморозков но в любом случае вегетация уже началась и уже просыпается и вредные микроорганизмы и вредные жители наших деревьев поэтому обработка сада проводите вовремя я дам ссылочку в комментариях на очень важное видео все законы обработки сада для вас вы посмотрите один раз и запомните уже начинающие садоводы на будущее но все равно оставайтесь и на моем канале подписывайтесь колокольчик оповещения новых видео на самое главное просматривайте плейлисты по тематикам более полутора тысяч видео мастер-класс о том как мы выращиваем обычные и необычные растения сада и огорода препарат бруньку мы используем 20 миллиграмм на 10 литров воды если по зеленому листью обрабатывать мы делаем 2 обработки то и после цветения растения также до распускания почек весной и после опадания листвы осени препарат используется от двух до четырех раз на год это максимальная краткость обработки обратите на это внимание и в общем-то вы получите очень хороший результат я рада встрече с вами желаю вам хороших урожаев